Слава Господу за это прекрасное время, за группу прославления, за время, когда мы могли прославлять Бога, поклоняться Ему. Мы можем присаживаться на наши места, улыбнувшись соседу справа, слева, через маску, улыбку видно все равно, маску, улыбку не скрыть, как бы маска ни старалась, но улыбку не скрыть. Что же, дорогие братья и сестры, для меня большая честь сегодня быть здесь, на этом месте, делиться словом. Сегодня мы будем продолжать тему служения в нашей церкви. Вы знаете, мы уже услышали несколько прекрасных проповедей из этой серии, мы говорили о служении евангелиста, о служении пастора. И сегодня мне выпала честь делиться словом, делиться проповедью и откровением на тему левицкого служения. Левицкое служение. И вы знаете, я верю, что сегодняшнее слово, оно не будет только для тех, кто пел сегодня на сцене, или для тех групп, которых сегодня не было, они будут петь на других служениях. Я верю, что сегодняшнее слово о левицком служении, оно будет касаться каждого из нас. Каждого из нас. И вы знаете, музыка это один из сильнейших инструментов сегодня, которые влияют на человека. Мы слышим музыку, и какую музыку мы слушаем, как правило, такое у нас настроение. Хорошая музыка, она его нам поднимает. Плохая музыка, такая, знаете, грустная, депрессивная, она может ухудшать нам настроение. И музыка сегодня это действительно очень сильный инструмент, который влияет на мир. Вы знаете, если просто посмотреть, что в интернете популярно, если взять такую социальную сеть, как YouTube, я думаю, все это знают, это социальная сеть с видео, то самое популярное, часто просматриваемое видео на YouTube, это музыка. Это музыкальные клипы, это песни. Сегодня музыка очень сильно важна для людей. И вы знаете, я верю, что точно так же и мы с вами должны быть сопричастны к этому. Не только телевиты, которые на сцене, не только те, кто поклоняются Богу своим голосом, своими инструментами. Каждый из нас может славить Бога в песне, каждый из нас может нести в этот мир свет через песню. И именно об этом мы сегодня будем говорить. И вы знаете, перед тем, как мы перейдем к самой проповеди, я хотел сказать, если дьявол не стесняется использовать музыку, если дьявол не стесняется использовать исполнителей каких-то, от которых мы иногда закрываем детям уши, которым иногда в некоторые страны запрещают въезд, если дьявол не стесняется делать это, то почему мы не должны нести Бога в музыке, почему мы не должны нести его свет, его соль в музыке и в песнях. И поэтому сегодня я хотел бы говорить на тему, которая называется «Проснись и пой». Вот прямо в самом начале, уже в названии нашего слова с вами, призыв к действию, чтобы мы как церковь проснулись, чтобы каждый из нас принял решение, что я просыпаюсь и буду петь, буду возвеличивать свой голос, славить Бога и буду восхвалять его в песнях. И, как мы поняли, сегодня мы говорим о музыке, и часто у нас музыка ассоциируется именно с песнями, поэтому сегодня мы не будем говорить о пунктах, о историях, сегодня мы будем говорить о песнях. У нас будет с вами три песни, которые мы рассмотрим, и я верю, что каждого из нас будет касаться каждая эта песня. И первая песня, о которой я хотел бы говорить, это песня «Мариам», она же песня «Левита». Песня «Мариам», она же песня «Левита». Давайте обратимся к Библии, что Библия говорит нам на этот счет. Исход, 15 глава, с 20 по 21 стих. Пророчица Мириам, сестра Аарона, взяла бубен, и женщины с бубнами танцуя пошли за ней. Мириам им пела, Господу пойте, он высоко вознесен. Коня и его всадника бросил он в море. Первое, о чем мы с вами будем сегодня говорить, это непосредственно левитское служение. И вы знаете, я скажу сразу честно, я когда-то был в левитском служении, я пел в хоре, я стоял за аппаратурой, за пультом. И как вы понимаете, поскольку меня сейчас там нету, как бы левит из меня в плане служения получился не очень хороший, но слава Богу, что есть другие те, кто служат там. Но вы знаете, это место из Писания, оно интересно тем, что оно немного по-другому открывает нам взгляд на левитство. Часто мы, когда слышим слово левит, мы его ассоциируем с теми, кто поет на сцене, с теми, кто играет на инструментах. Но что здесь интересно? Здесь написано, что пророчица Мирием, сестра Аарона, она взяла бубен, но были те, кто тоже взяли и пошли за ней. Вы знаете, сегодня для нас очень важно понимать, что левиты нуждаются в церкви, и церковь нуждается в левитах. Церковь нуждается в левитах, и левиты нуждаются в церкви. Если бы кто-то сегодня просто пел на сцене, и мы бы не открывали свои сердца, мы бы не почувствовали то, что Бог хочет делать в нашей жизни через это служение. Мы бы не почувствовали тех изменений, которые Бог делает. Мы бы не почувствовали того прикосновения, которое есть в нашей жизни. Очень сильно важно, чтобы мы делали это вместе. И вы знаете, хотелось бы для начала сказать, кто такие левиты. Мы помним из Ветхого Завета, что левиты – это было отдельное колено Израилева, одно из двенадцати. И это были те, кто служили Богу. Кто отвечал за скинью, кто отвечал за жертвоприношения, всесожжения. И одним из их служений точно так же было песнопение и игра на музыкальных инструментах. Именно это до нас сегодня и дошло, и мы видим в этом левитов. И сегодня мы знаем, что левитство, оно связано с хвалой, прославлением и поклонением. И это то, чем мы с вами живем. Вы знаете, левиты – это люди, подобные Мариам, которые берут на себя ответственность, которые принимают решение нести это служение и сегодня ведут церковь поклонения. Если в Ветхом Завете левитство – это было принадлежность к какому-то колену, к чему-то особенному, к какому-то роду, то сегодня Иисус Христос своей жертвой дал каждому из нас возможность служить там, где мы хотим быть левитами. И вы знаете, поэтому если в нашей церкви сегодня есть люди, которые хотели бы служить своим даром и талантом, голосом или игрой на инструментах, мы всегда рады и открыты для того, чтобы разделить это служение вместе с вами. Но также, вы знаете, я хотел бы поделиться одним очень сильным лично для меня откровением. В каждой песне есть смысл, и во всех трех песнях, о которых мы сегодня будем говорить, мы выделим этот смысл, выделим откровение. Вы знаете, израильский народ, народ Божий, сегодня можно сравнить с церковью, тоже народ Божий. И если посмотреть на их историю, когда у них что-то случалось хорошее, что они делали? Они брали бубен, брали инструмент и славили Бога. Но когда ничего не происходило, или происходило что-то, что им не нравилось, они начинали петь другую песню. Они начинали роптать на Бога, они начинали выражать свое недовольство. И они пели песню другую, песню ропота. И вы знаете, как правило, песня ропота, когда ничего в их жизни не происходило, вот идут они по пустыне и начинают роптать, как правило, песня ропота не приводила их ни к чему хорошему. Песня хвалы давала им прорыв. И вы знаете, сегодня для каждого из нас, я хочу поделиться откровением, это вопрос, который я задаю лично себе, и верю, что каждый из нас, ответив на этот вопрос, может проанализировать, может посмотреть на свою жизнь и изменить ее. Какую песню выбираешь сегодня ты и я? Мы выбираем либо песню хвалы, либо песню ропота. И вы знаете, как важно, чтобы в церкви, чтобы в церкви звучала песня хвалы, чтобы когда левиты ведут нас, мы не просто приходили на служение, как на концерт, послушать красивые голоса, а чтобы мы открывали свои сердца для Бога, и чтобы мы восхваляли его. И тогда мы будем видеть много чудес в церкви, в наших жизнях, вокруг нас. Я верю, что это благословенная песня, песня Мариам, песня Левита, и она касается не только тех, кто служит на сцене, это касается всех нас, потому что, как я уже сказал, церковь нуждается в левитах, и левиты нуждаются в церкви. Вторая песня, о которой мы будем с вами говорить, называется «Песня Марии». Песня Марии или «Песня смиренного сердца». Вы знаете, Мария, у нее очень интересная история. Мы с вами прочитаем место из Писания, я потом в двух словах расскажу, что было после, что до, но это была женщина с очень интересной историей. Такой истории больше не было ни у кого. И вы знаете, ее жизнь, ее пример жизненный, он учит нас многому. Давайте мы зачитаем Луки, первая глава, 46-й, 50-й стих. Мария ответила «Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге, спасителе моем, потому что он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято, из поколения в поколение он проявляет милость боящимся его». Вы знаете, мы с вами прочитали историю о том, как Мария восхваляла Бога, как она пела Ему песню после того, как она узнала, что произошло в ее жизни, после того, как она узнала, что она родит Иисуса. Вы знаете, здесь написаны такие слова «Он увидел смирение своей служанки». Вы знаете, когда мы читаем истории Ветхого Завета и истории Нового Завета, мы видим абсолютно разные истории. Мы видим истории разные, отношения к людям, отношения к женщинам. Вы знаете, в Ветхом Завете, еще до рождения Иисуса Христа, У женщины были очень сложные жизненные обстоятельства. У женщин не было таких прав, как сегодня. Это Иисус пришел и сказал, нет, уже ни мужчины, ни женщины. А до этого очень сложно было. И вы знаете, много нужно было смиряться, нужно было проявлять много смирения. Но самое главное, самый главный урок, который мы можем взять из песни Марии, очень часто мы можем смиряться там, где нам нужно это показать. Очень часто мы можем смириться на работе перед руководителем. Очень часто мы можем смириться перед каким-то старшим человеком, который что-то нам сказал, поделился каким-то видением, направлением, и нам нужно его сделать, потому что нас обязывает наше положение. Но когда мы идем в свою тайную комнату, вот там проявляется истинное наше смирение. И его там либо нет, либо оно там есть. Вы знаете, Мария, она была смиренной. И тут написано, он увидел смирение своей служанки. Вы знаете, то, что видим мы, люди, оно часто может отличаться от того, что есть на самом деле. От того, что есть в реальности. Но если мы говорим, что Бог увидел смирение, то мы понимаем, что Он был там, Он видел там, где никто не видел. И Мария была тем человеком, который смирял себя. И вы знаете, сегодня мы бы не знали о Марии, если бы у нее не было смиренного сердца, если бы она не смирилась, если бы у нее была другая жизнь. И второй смысл из второй песни, которым я хотел бы поделиться, это откровение для каждого из нас. Я верю, что оно важно для каждого из нас. Все публичное вытекает из личного. Все публичное вытекает из личного. Вы знаете, я еще раз повторюсь, Мария не просто где-то на людях смирялась перед мужчиной, перед отцом своим или еще перед кем-то. Она не просто смирялась на работе перед руководителем, когда ей сказали что-то сделать. Она была смиренной в сердце своем. И поэтому мы узнали о ней. Мы бы никогда не узнали о Марии, если бы она не была тем человеком, которым она была. И поэтому все публичное вытекает из личного. И вы знаете, третья песня, о которой я хотел бы говорить сегодня, третья песня, о которой я хотел бы говорить, это песня Павла и Силы. Песня «Несмотря на трудности». Давайте вместе откроем Писание. Это Деяние, 16 глава. И прочитаем с 22 стиха. Деяние, 16, с 22 по 31 стих. Толпа тоже присоединилась к обвинениям против Павла и Силы. И начальники велели раздеть их и бить палками. Их сильно избили и бросили в темницу, а темничному стражу приказали бдительно их охранять. Получив такой приказ, он закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Около полуночи Павел и Сила молились и пели хвалебные песни Богу, а другие заключенные слушали их. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы. Все двери раскрылись, и у всех заключенных цепи упали с ног. Когда темничный страж проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. Но Павел успел крикнуть «Не губи себя!» «Мы все здесь». Страж потребовал света, вбежал внутрь и, дрожа, пал пред Павлом и силой. Он вывел их наружу и спросил, «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?» «Веруй в Господа Иисуса», — ответили они, «и ты будешь спасен, и твои домашние». Вы знаете, третья песня, если мы говорили о первой песне, это песня левитов, и сегодня каждый из нас может принять решение, что нам делать, восхвалять Бога или роптать в каких-то обстоятельствах, когда нам что-то не нравится. Песня Марии, мы говорили, это песня смиренного сердца. Вы знаете, третья песня, это песня, когда все очень плохо в твоей жизни. Это песня, когда ты находишься в темнице, и пусть не в буквальном смысле, но в переносном, и вы знаете, как правило, из темницы нет выхода. Как правило, человеческими глазами, если смотреть на темницу, не увидишь выход там. Вы знаете, Павел и Сила, они находились до того, как их еще посадили в темницу, они видели, как все против них, как власти против них, и тех, кто даже за них, они сами стояли где-то в стороне, чтобы их не посадили в темницу. Никто не придет на помощь. Вас заковали, заковали ноги в цепи, и все очень плохо. До этого еще побили. Очень сложно вытерпеть эту боль, вынести физически эту боль. Но в этом всем они находят в себе силы для того, чтобы славить Бога, хвалить Его и молиться. Вы знаете, песня в темнице, это очень непростая песня. Это не песня, когда нам легко это делать. Это песня очень тяжело принятого решения, что несмотря на всю боль, несмотря на свои слезы, несмотря на разочарование, я буду продолжать славить того, в ком я действительно верю, есть выход. Вы знаете, я хотел бы привести примеры своей жизни. И он такой простой, можно попросить музыканта, и он такой простой, в нем, возможно, кто-то скажет, что вот не произошло ничего сверхъестественного, но вы знаете, для меня это лично, и это тот пример, когда я увидел, что песня в темнице, это действительно то, что работает. Десять лет назад, когда я только начинал ходить в церковь, я начал ездить в молодежные лагеря. Я тогда ездил еще не как кто-то служит, а как молодежь, в меру своего возраста я мог себе такое позволить. Вы знаете, мне это нравилось, я хотел туда поехать, но перед одним из лагерей я заболел. У меня появилась очень серьезная болезнь, и вы знаете, она у меня бывала до этого, и после этого еще пять раз, и поэтому я точно знал, что симптомы одни. Вот правда, когда у нас есть болезнь, которую мы знаем, мы точно знаем ее симптомы. И более того, вам скажу, что у этой болезни не было лечения медикаментозного. Там нужно было легкое, но хирургическое вмешательство, и после этого стационар 5-7 дней. То есть я рисковал провести свой лагерь на больничной койке, в палате, вместе с людьми, которые точно так же нуждались бы в медикаментах, в исцелении, как и я. И вы знаете, но я так сильно хотел в лагерь. Я так сильно хотел в лагерь, я не говорил своим родителям, что у меня болит. Если бы я им сказал, я бы лежал в больнице. И я принял решение, которым я рисковал. Вот для себя, честно скажу, я рисковал. Я принял решение, что я поеду хотя бы на первый день. Вот если меня увезут оттуда, пусть меня увозят оттуда, в Киев, в Житомирскую районную больницу. Пусть меня увезут, но сам я поеду в лагерь. Вы знаете, когда я приехал в лагерь, это был уже второй день болезни. Это связано с горлом. И болезнь протекает так, что в принципе со временем ты уже не можешь даже открыть рот. Ширина открытия, она вот как палец по ширине. Ты есть уже не можешь. То есть ты просто не можешь есть. И вы знаете, я помню, я пришел на служение, и я понимал, что моя ставка, как бы такое желание поехать, она скорее всего не сработает. Я понимал, что скорее всего завтра все-таки меня увезут уже. То есть я понимал, что очень близок тот час, когда мне констатируют уже факт врачи, но на служение я принял решение. Раз я уже здесь, я буду славить Бога, буду поклоняться Ему, прославлять. И через боль я это делал. И вы знаете, на следующее утро я встал, и этого не было. На следующее утро я встал, и болячка эта она ушла. И вы знаете, что самое интересное? Я вот это буквально, я даже когда готовился, я этого не вспоминал. Я вспомнил это только сегодня. Здесь уже находясь в церкви. Именно в том лагере я выиграл свою первую, свою первую, я выиграл первую, свою единственную школу проповедников. И возможно, да, я как вначале сказал, я не остался в львицком служении, но именно там Бог показал мне, куда мне двигаться дальше. Вы знаете, если бы я не остался в том лагере, если бы я еще дома принял решение, что я просто остаюсь дома, буду лечиться, это же правильно. Возможно, меня бы сегодня даже здесь и не было бы. Но Бог, Он разрушил темницу. Он вывел меня из моей темницы. Послушай, кто-то скажет, что мой пример, он очень простой. Это не смертельный диагноз. Это не кредиты на десятки и сотни тысяч долларов, когда у тебя бизнес разрушился. Но принцип остается один. И вывод из этой третьей песни. Хвала сокрушает темницы. Хвала сокрушает темницы. Я хочу сказать тебе прямо сейчас, в каких бы ты обстоятельствах ни находился, продолжай хвалить Бога. И вы знаете, я также хотел бы обратиться к месту из Писания и прочитать, что нам говорит Матфея 26, с 29 по 31 стих. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. И, воспев, пошли на гору Илеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано порожу пастыря и рассеются овцы. Мы прочитали с вами историю период жизни Иисуса Христа, когда Он уже понимал, что вот это все, это уже близко. Вот это уже, вот остались считанные часы, считанные дни, мгновения. Это уже близко. И даже во всем этом, когда они закончили Тайную Вечерю, они поднялись и, воспев, пошли на гору Илеонскую. Давайте мы прямо сейчас поднимемся на наши ноги. И сегодня я хочу обратиться к каждому из нас. Вы знаете, сегодня в мире так сильно много песен, так сильно много музыки, звука. И вопрос к нам, какую песню мы будем выбирать? Мы будем выбирать песню Ропота, которая сегодня во всем мире и очень много. все не так, все не так поступают, все не так делают. Мы будем выбирать песню бунта, не смирения, а бунта. Мы будем выбирать песню обреченности, когда ты в темнице. Или же все-таки мы будем выбирать песню Иисуса Христа, песню хвалы, песню смиренного сердца, песню в трудных обстоятельствах. Иисус показал нам пример. Иисус показал нам пример. Мы видим пример в Библии. И сегодня я хочу сказать последнее перед молитвой. Твой голос и твоя песня, они очень важны для Бога, для церкви, для тебя самого. Сегодняшняя проповедь, она не касалась только левитов, только тех, кто поют и играют. Она касалась каждого из нас, потому что все мы поем свою песню. Все мы поем свою песню. И я верю, что мой голос и моя песня, точно так же, как и твои, важны для Бога, церкви и тебя самого. Давайте сейчас в этой молитве мы поищем Бога и попросим Его, чтобы Он показал нам, какая сегодня наша песня. И чтобы, если наша песня не соответствует тому, что показывает нам и говорит нам Библия, чтобы мы могли отыскать Его и начать петь другую песню. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы славим Тебя и возвеличиваем сегодня здесь, на этом месте. Мы сегодня пели Тебе, мы сегодня хвалили Тебя, поклонялись Тебе. Но нам так важно, Господь, каждый день это делать, не просто здесь, не просто, когда кто-то на сцене поет, чтобы каждый из нас осознал, что та песня, которую мы поем в своей жизни, она важна. Что та песня, которую мы поем в своей жизни, она влияет и она имеет значение. И поэтому сегодня здесь, на этом месте, я прошу Тебя, Дай нам научиться петь хвалебную песню. Дай нам научиться хвалить Тебя, Господь. Дай нам научиться петь песню смиренного сердца. Дай нам научиться петь песню, несмотря на обстоятельства, чтобы там, где бы мы ни были, что бы нам ни говорили, как бы ни поступал по отношению к нам мир, чтобы мы могли во всем этом славить Тебя, Бог мой. Потому что только в Тебе выход, только в Тебе наша надежда и наше спасение, Господь. И поэтому здесь, на этом месте, мы принимаем решение петь правильные песни, петь песни, которые несут свет, которые являются солью, и которые сегодня для этого мира могут быть ответом, Господь. Благослови каждого, кто сегодня хочет изменить свой голос, изменить свою песню, кто сегодня принимает решение двигаться в другом направлении. И также сейчас мы помолимся за наши нужды. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе с нашими нуждами, Бог мой. Здесь есть боли, здесь есть печали, сомнения, разочарования. И, возможно, кто-то через эти записки писал вот те песни, о которых мы говорили. Возможно, кто-то уже в этих нуждах начал роптать. Возможно, кто-то в этих нуждах начал сомневаться. Я прошу Тебя, Господь, прости нас за это и просто покажи нам выход. Дай нам ответ. Мы знаем, что Он есть у Тебя. Мы знаем, что только Ты, Иисус, являешься выходом, только Ты являешься ответом, и только Ты можешь помочь нам. Поэтому сегодня здесь, на этом месте, мы отдаем наши нужды в Твои руки. И мы верим в то, что Ты не оставишь нас. Мы верим в то, что Ты благословишь каждую нужду, которая в этой корзинке, что Ты утрешь слезу, Ты поддержишь того, кто устал. И с этого момента, Господь, мы просто провозглашаем, что ответ на эти нужды уже есть, Господь. И мы благодарим Тебя за это и славим Тебя за это. Аминь. Аминь. И церковь, давайте прямо сейчас мы прославим нашего Господа. Он один достоин всей славы, чести и хвалы. И вы знаете, также я хотел бы свершить еще одну очень важную молитву. И прямо сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто на нашем служении впервые. Возможно, вы уже были несколько раз, но так и никогда не молились молитвой примирения с Иисусом. А возможно, когда-то вы просто отошли от Бога. Вы знаете, я не знаю каждого из вас, но если вы есть на этом месте здесь, если вы устали от той темницы, в которой вы находитесь, о тех обстоятельствах, которые давят, я хочу сказать каждому из вас, когда Иисус шел на гору Елеонскую, Он шел для того, чтобы взять все это на себя. В момент, когда Он висел на Голгофе, Он переживал все те же моменты, все те же боли, сомнения, страдания, которые чувствуем мы сейчас. Поэтому, если ты есть на этом месте, и ты хотел бы прийти к Иисусу, примириться с Ним, просто подними свою руку. Тебе не нужно никуда выходить, просто подними руку, и мы будем молиться с тобой. Слава Богу, мы видим вас, мы видим вас, мы видим вас. И сейчас я буду молиться. Повторяйте эти слова за мной, но пускай эти слова исходят от чистого сердца, пускай эти слова будут словами вашего сердца. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в этой молитве и прошу Тебя, прости меня. прости за все зло, за все грехи, за всю неправду. Очисти меня. Сегодня я принимаю Тебя своим Господом, я принимаю Тебя своим Спасителем, и я прошу Тебя, направь меня дальше, покажи мне свой путь, дай мне свой выход. И мы молились во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Церковь, давайте еще больше прославим нашего Господа. Слава Богу за вас. И также хотел попросить обратиться к вам. После служения не уходите, подойдите к сцене. Мы хотели бы познакомиться с вами, вручить вам небольшие подарочки. За все слава Богу.